Ну что, по времени, наконец, можно начинать. Всем добрый день. Очень рада вас здесь сегодня видеть, рада, что вас так много. Я так чувствую, что всех здесь в аудитории манит слово «страшно», так же, как оно манит нас. И сегодня у нас тут самый специальный специалист по страшному и по фольклору Эстер Матвеева. Сегодня она прочитает нам удивительную лекцию. Но прежде чем дать слово нашему специалисту, я немножко расскажу о том, по какому поводу мы вообще здесь сегодня собрались. Не просто так, а потому что в моей редакции, да, я представлюсь, тоже меня зовут Наталья Паскалёва. Я бренд-менеджер редакции «Вандер Букс», которая выпускает мировые бессердерные подростки, ранние неизвестные в России. И у нас каждая книжка — это совершенно особенная история. Но самая особенная из всех наших историй — это страшная история для маленьких лисят. Собственно, как вы понимаете, тут всё то же самое слово «страшно». И это действительно страшная история. Не буду вдаваться сейчас в подробности сюжета. Расскажу просто, что это такой, по сути, сборник страшного лисьего фольклора. То есть там семь маленьких лисят приходят в гости к странной, непонятной старой лисьевце-рассказчице и говорят «Расскажи нам всё самое страшное, что у тебя есть». И она и начинает это всё самое страшное выдавать. И перед нами действительно такая сборник лисей мифологии достает, потому что все эти страшные истории, как ни крути, отражают какую-то лисую реальность и выполняют, по сути, те же самые функции, которые выполняет человеческий фольклор, о чём мы сегодня и будем говорить. Так, для начала, чтобы войти в атмосферу страшного, наверное, покажем вам буктрейлер этой книги. Вы всё сразу про неё поймёте, и мне даже не нужно будет ничего говорить. Вот, молодые люди, можете, пожалуйста, включить нам мультик? Да, мы можем немножко отодвинуться. Билк, лежите, яркий свет. Старая лисица расскажет вам жуткие истории О жёлтой хворе, что делает безумным О сёстрах, не знающих жалости О страшных созданиях, которые найдут тебя везде И один, что скрывают суть О монстрах, которые бродят среди нас И о призраках далёкого прошлого Задитесь поближе Посмотрим, кто из вас выдержит до конца Ну, в общем, посмотрим, кто из вас выдержит до конца Да, и наконец-то хочу обратиться к нашему специалисту Эсте Во-первых, представься сначала Чем ты занимаешься, кто ты есть И как вообще дошло до жизни такой? Ну, собственно, как я уже озвучала У меня зовут Эста, Матвеева Я научно сотрудник Центра Типологии и Сериотиков и Фольклёра Это МВГУ В прошлом аспирант этого центра И, собственно, засчитала Ресортацию на тему детских Старших Историй И вообще, в целом, считаю специалистами Этой темы Ну, как-то так Да, меня хорошо слышно? Наверное, так будет лучше Простите, я не очень часто выступаю на таких больших аудиториях У меня есть проблемы и с микрофоном И с перебиванием И поэтому, если мой голос будет дрожать Или у вас есть какие-то другие проблемы Я заранее прошу прощения Вот, надеюсь, это не будет звучать дискомфортно Так, да, давайте начнем Начнем нашу беседу с такого вопроса Вот я уже упомянула про глубинные страхи Человеческие эмиссии И можно заметить И, наверное, это абсолютнейший факт Поправь меня, если я не права Что ни одна мистическая страшная история Ни одна фалькорная история Не случается без какой-либо привязки к реальности К реальной основе То есть, как правило, есть что-то в этой жизни страшное Что потом обрастает какими-то такими подробностями Так или иначе, для чего-то там В общем, правда ли это так? Правда ли в основе всех страшных историй Лежат самые наши, что ни на них Глубинные, первобытные страхи? Если мы говорим о страшном партнере вообще О детском и взрослом частности То есть, это городские легенды Страшные истории Или были, что, может быть, здесь кому-то знаком Это термин, но это мистические истории Которые рассказывают наши бабушки, девушки, дедушки в деревнях То есть, если мы говорим о всем этом корпусе текстов То, да, большинство исследователей сходится на том Что эти тексты содержат и отражают коллективные страхи И тревоги их трансляторов Вы относите Собственно, чтобы не быть голословной Обратимся к каким-то конкретным примерам К примерам того Как исследователи изучают эти страхи Как они пытаются понять Какой именно страх содержит тот или иной текст Например, существует так называемый интерпретативный подход Я прошу прощения за такие сложные термины Сейчас я объясню, что это такое Был такой замечательный, очень своеобразный Но при этом не менее замечательный исследователь Алан Дантес Который работал в рамках так называемой психоаналитической школы Что он делал? Он анализировал файлорные тексты с точки зрения психоаналитики Например, не знаю, может быть, кому-то из вас знаком этот сюжет Традиционной американской легенды Крюк Может быть, любители фильма в жанре хоррор Знаком этот сюжет нет? Никого нету? Крюк, традиционная американская легенда В чем он заключается? У нас есть парочка Молодая девушка, подросток и молодой мальчик Молодой мальчик приглашает девушку на свидание Они садятся в машину и уезжают в красивое место на берегу озера Собственно, сидят они в машине и вдруг по радио слышат объявление Что в психиатрической лечебнице сбежал больной с крюком вместо руки Но они как-то не обращают на это внимания Понятное дело, что романтическое свидание и до того Мне кажется, это новая жизнь капитана Крюка из Петропена Что-то типа того, да Неверолемпета в психиатрической лечебнице Они, значит, начинают целоваться И вдруг слышат страшный грохот, раздающийся по машине Они пугаются и, понятное дело, уезжают Зачем испытывать судьбу? И уже дома, когда они выходят с машины Они обнаруживают, что у них по боковой части машины Такой характерный след от железного крюка То есть они понимают, что они были на грани На грани смерти Так вот, собственно, уже упомянутый Алан Дантес считал Что этот текст отражает реальные опасения девушек Молодых девушек Перед первым свиданием с молодыми людьми То есть взаимоотношения с молодым человеком То есть это страшно, когда у тебя никогда этого не было Ведь, собственно, этот текст он зафиксировал этот штраф Как читает Алан Дантес С ним можно поспорить, но, тем не менее, существует такой То, что называется интерпретативный подход Однако же он не единственный Существует и другие исследователи, которые работают в других направлениях Например Извини, пожалуйста, я тебя немножко перебью Я обнаружила, что у нас тут небольшой спойлер на фоне А можете нам, пожалуйста, включить либо заставочку Либо, может, тот же мультик без звука А то женщина вызывает вопросы, наверное, у людей А мы пока не готовы их дать Можно и так Так вот, по поводу другого подхода Существует метод так называемой исторической реконструкции Тоже звучит странно, не страшно На самом деле, не так страшно Что это значит? Это когда исследователи пытаются не объяснить смысл того или иного образа Психологический смысл А пытаются понять, откуда тот или иной образ попал в фольклорный текст Есть, например, такая потрясающая тоже исследовательца Селия Гридер У нее есть гипотеза Она тоже спорная Как и все, в принципе, теории в этой области А что... Что всем нам знакомый образ привидения призрака в белом одеянии Вполне возможно, имеет истоки И вообще попал в фольклор Посредством коллективной памяти Которая зафиксировала белые сауны Которые лежали во время черной чумы на улицах То есть это было так страшно Что коллективная память зафиксировала этот образ И довезла до нашего поколения До современного временного текста Про белых призраков, которые облачены в белые поклала В белые сауны Собственно, такая вот теория То есть... Уточню То есть получается этот подход Который объясняет, что есть какие-то визуальные даже образы Которые расцениваются сейчас со страшным Которые становятся основой для фольклора в дальнейшем Да, да, да Которые передаются из поколения в поколение То есть понятное дело, что это все время не было линейно То есть человек увидел, стал рассказывать какие-то фольклорные тексты То есть это происходит постепенно Но, тем не менее, такая корреляция вполне может быть проведена А может, вспомнишь какой-нибудь еще пример Какой-то может быть, который тебе кажется... А мы сейчас об этом поговорим А, отлично, хорошо, тогда не вмешивайся Да, и я как раз хотела сказать, что существует не очень много теорий в этой области Все они очень плохо, часто, очень плохо аргументированы Но я вот хочу с вами сейчас поиграть в одну маленькую игру И для этого мне нужна презентация И наши первые картинки Я сейчас дам тебе пульт Да Что я хочу, чтобы вы сделали? Смотрите, если мы до этого говорили о традиционных американских легендах Что, понятное дело, от нас довольно далеко Сейчас я хочу поговорить о более знакомых всем Ну и всем, может быть, большей части присутствующих сюжетах И попытаться попросить вас подумать Откуда в фольклорных текстах берутся именно эти образы А не какие-либо другие То есть как считают исследователи, как считаете вы? Давайте попробуем подумать и поразмыслить Например, что это такое? Кому знакомо? Это страшилка про девочку Которую родители попросили сыграть На новом, мол, купленном Как это называется? Пианино Она играла, играла Ее кожа начала синить в конце концов И когда родители подняли крышку Там сидела жуткая старуха Которая как раз во время игры пила им кровь Но ходят, ну, разные версии Что там мышка была и другие животные И мне кажется, что здесь как бы показывается Может, усталость от человека очень сильно идет Что если он очень много работает Он очень сильно устает, например Можно тебя спросить, почему ты так много знаешь об усталости? Что? Ты говоришь об этом так вдохновенно? Не знаю Просто настроение хорошее А тема не такая Все смешивается На самом деле ты не так уж и сильно далека Нужно немножко докрутить У кого-нибудь есть идеи? Замечу, на самом деле, это важный момент Что эта история традиционная, классическая, советская То есть она распространялась приблизительно 60-е, 70-е, 80-е годы То есть это пик рассказывания подробных историй Это, наверное, важно У кого есть идеи? Почему именно пианино? Почему это самая усталость так связана с пианино? Это многие часы тренировки Многие часы тренировки Для детского организма То есть тут мы вспоминаем, да Как нас заставляли родители Насильно играть на пианино Мы не хотели, мы плакали, рыдали, страдали То есть считаете, исследователи считают Что именно этот эмоциональный компонент Позволил проникнуть подобному образу В детский фольклёрный репертуар То есть пианино ассоциируется с чем-то С какими-то мучениями, преодолениями То есть у нас болят пальцы Это очень сложно по себе, я знаю Я закончила музыкальную школу на месяц Поэтому я знаю, что это такое Сидеть каждый день по часу, по два Просто заниматься И тебя прям пинками за этот инструмент Чтобы ты просто сдал эти динамены, зачёты И закончил это всё Просто страшно У нас такой сеанс психотерапии небольшой Ну всё, да, давайте попробуем дальше пойти Что это такое? Кому знакомый сюжет? О, руки, руки То есть чёрная машина, да, чёрная Волга Это какие-то буковки ССД Что такое ССД? Никто? Счастливая советская детская Один из вариантов, на самом деле, репутации этого названия Но в страшных историях есть другая расшифровка А именно смерть советским детям Почему? Никто не знаком с этой страшилкой, да? На самом деле страшилка заключается в следующем Это либо чёрная Волга с номерами ССД Либо чёрный автобус с этими же номерами, да? То есть какая-то чёрная машина Которая подъезжает, как-то заманивает ребёнка, да? Он садится и никогда больше не возвращается То есть там аннатилизация, как правило, более подробная детальна, да? Но в целом это сюжетная комбинация такая Как вы думаете? То есть это опять советское время, да? Это тоже важно Почему чёрные машины, люди куда-то уезжают? Есть догадка НКВД забирает полиция на чёрном автомобиле, НКВД Чёрный воронок, всем знаком, да? Сталинские репрессии Вот, то есть дети наблюдают, как в машину, да? Грубо говоря, садятся взрослые, их родители, соседи, да? И больше никогда не возвращаются И как принято считать, как раз этот образ, он имеет корни Вот где-то вот в этом советском страшном репрессивном прошлом Это вот уж точно всем знакомо, да? Гробик на колёсиках, да? Всеми любим и гробик на колёсиках Как вы думаете? Ну, всем с таком сюжетами рассказать, да? Ну, на самом деле вариантов довольно много Но самое главное, что гробик на колёсиках В разных сюжетах, да, по разным причинам Преследуют и, собственно, съедают, убивают Что-то делает с ребёнком Откуда гробик на колёсиках? Что это за зверь такой? Боязнь смерти Ну, может, боязнь смерти какая-то? Ну, самое, конечно, какой-то налогик Почему? Ну, гроб, как след, да, покойник Ну, в принципе, может быть, да, но есть Есть и, на самом деле, другие интерпретации Может быть, у кого-нибудь есть какие-то идеи? Может быть, гробы вывариваются с катафалков на проезжую часть Ну, на самом деле, есть моего, собственно, знакомого коллеги Никита Петрова, который должен был выступать вместо меня Одна теория по поводу гробика на колёсиках А именно его связь с появлением... Как раз первый текст этой данной страшилки распространились Так раз тогда, когда в советское время появились триматории Первые триматории Возможно, эту связь можно провести именно с этой реальностью Вот, а возможно, здесь и что-то другое Радио Ну, на самом деле, да То есть, если мы опять-таки вспомним советские реалии То есть, это довольно важный такой объект, да, который практически никогда в квартире не выключался По нему транслировались идеологически пропагандистские тексты Страшным голосом Не всегда понятные детям Вот, то есть, это тоже может быть... Не всегда разборчивые Не всегда разборчивые, да То есть, это тоже может стать причиной понедорения образа в страшный фольклорный репертуар советского ребенка Вот, ну, кажется, да Кажется, на этом, в принципе, мы нашу маленькую мини-игру закончим Вот, и можно, в принципе... Можно снова вернуться к заставке Поговорить о чем-нибудь еще Но, вот, да, это было очень занимательно Мы вспомнили огромное количество историй из такого, получается, своеменного фольклора страшного Скорее, скорее советского Советского Эти тексты, которые распространяются в современное время в том числе Но возникли они как раз в советское прошлое А именно первые зафиксированные тексты были в 70-е годы Но, собственно, вопрос остается один Зачем? Почему? Почему маленькие лисята из теплой норки вылезают посреди ночи И идут к довольно пугающей лисице И просят рассказать им самое страшное И слушают эти истории У них дрожат хвосты, ушки, вот это вот все Но они продолжают это слушать Несмотря на то, что это действительно страшно От этого плохо становится Хочется спрятаться под еяло и убежать Но ты слушаешь до конца совершенно вдохновенно Зачем? Зачем это нужно в культуре? Зачем это нужно конкретным людям? Детям? Зачем? Это, наверное, самый главный вопрос и самое частое задавание вопроса Да, действительно, зачем? Дети плачут, дети страдают, прячутся под одеялом Но при этом все равно рассказывают Зачем? Здесь, на самом деле, нужно задать, наверное, немножко другой вопрос Начать с более глобального вопроса А зачем вообще нужен фарклёр? Ну, какие функции выполняет фарклёр? Зачем? Мы рассказываем порой очень странные тексты Ну, на самом деле, есть несколько главных функций, которые выполняет фарклёр Например, первое из них — это пополнение знаний Сейчас я объясню, что это значит Например, я не знаю, знаете ли вы, что такое конспирологические теории? Теории Загера Наверняка знаете такие очень глобальные теории, которые как-то пытаются объяснить какой-то элемент реальности Принято считать, что как раз конспирологические теории и теории Загера Они распространяются там, где нет недостатка, где есть недостаток информации из официальных источников Чтобы далеко не отходить, мы вспомним период нашей всем знакомой пандемии Что происходит в этот период? Огромное количество конспирологических теорий, которые объясняют причины появления коронавируса Что это такое? Знаете ли вы какие-нибудь конспирологические теории на эту тему? Наверняка да, давайте Что это специально ученые разработали И одна из вакцин случайно попала на улицу Ну, как бы вырвалась из лаборатории А дальше они уже не смогли остановить просто Например, да Давайте, давайте поделимся Есть подозрение, что ученые создали такую вакцину, чтобы уменьшить количество людей на земле Так как в наше время очень мало ресурсов остается, а численность людей возрастает Поэтому решили таким образом сократить количество нашего населения Продолжать можно на самом деле бесконечно Историй очень много, большая часть из них доходового характера То есть, помню, те же самые вышки 5G, которые якобы по всему миру расставлены Которые облучают все население земли и портят иммунитет Для того, чтобы специальные группы более подвержены этому вирусу Вот, а вот, собственно, зачем? Почему? Потому что недостаток информации Потому что есть информационная лакуна, которую не заполняют официальные источники На этой почве начинают транслироваться подклёпы И так спокойнее жить? Да, да, на самом деле, да, так спокойнее жить Ты отчасти чувствуешь себя экспертом, да, потому что понимаешь, понимая ту или иную точку зрения То есть, вот это вот что-то непонятное, страшное, пугающее, берёшь как будто как кровь Да, да, да Получаешь над ним власть Примерно так же, в принципе, работает и мифология уже получается Ну, то есть, условно, есть страшные громы-молния, и ты не понимаешь, что это такое Это всё равно мифология подклёп И ты, да, у тебя появляется там Торт-драмовержец, Зевс И ты сразу успокоен, что это не понятно что А бородатый дядька в небе шаливает, вот, и всем становится легче Совершенно верно, да, все мифологические тексты, объясняющие те или иные явления далёкие от человека Да, что такое звёзд, что такое космос, что такое земля, трава То есть, на все эти темы есть подклёрные тексты Почему? Потому что человек не понимает, что это такое У него недостаток научных знаний, и он пытается восполнить их фольклор Если это что-то ещё напрягающее и опасное, то это особенно необходимо Да, всё так Вот, по поводу второй функции, да, зачем ещё нужен фольклор Принято считать, что фольклор появляется там, где есть какое-то замалчивание Иными словами, фольклор является своего рода социальной отдушиной Для тех знаний, которые ты хочешь высказать, но по тем или иным причинам не можешь Потому что это политически и социально неодобряемая информация, да, которую нельзя транслировать Например, в советское время по этой причине очень были распространены анекдоты про Сталина Да, то есть говорить про него не было принято, но именно поэтому анонимно распространялись анекдоты Или, например, не знаю, возьмём случай с кровавой Мэри Здесь, ну, немножко тонкий нюанс, да, наверное, о котором не стоит говорить Но я сейчас начала и, наверное, на этом уже закончу Потому что мне запретили об этом, но и простите Если кому-то будет интересно, я расскажу позже Вот, собственно, да, такие две функции И третья, самая главная функция как в отношении страшных историй Это, конечно же, терапевтическая функция Рассказывая страшные истории, рассказывая истории про свои страхи или коллективные Мы, тем самым, от них избавляемся Другой вопрос... А избавляемся в плане мы их сводим на нет или мы просто учимся с ними справляться? А я сейчас расскажу, как это происходит, наверное, да? То есть как происходит эта самая терапия при помощи страшных историй? Ну, во-первых, самое простое – это проговаривание, да? Считается, что посредством фольклорных текстов Ребенок или любой, кто транскерирует этот текст Осуществляет так называемый self-tempty, да? То есть то, о чем мы говорим Как будто бы с этим становится чуть легче жить и существовать То, что мы замалчиваем, сидит внутри и тревожит, да? Фольклор как раз позволяет о наших текстах поговорить, рассказать И тем самым их как будто бы пережить Например, были такие исследования зарубежные, которые работали в детских больницах И они показали, как много и часто больные дети С разной степенью тяжести Из-за болевания, разной степенью тяжести Рассказывают истории, страшные истории О больных же детях Например, история про то, как маленькую девочку Заставили убираться на чердаке И она умерла от астмы и одиночества, да? То есть дети, рассказывая о болезнях других детей Как будто бы лучше смиряются с собственными, да? С возможностью собственной кончины С возможностью... Ну, на самом деле, тут, наверное, работает, наверное, тоже психологический механизм Как когда ты оказываешь что-то в жутко-стрессовой ситуации Тебе плохо, грустно или еще что-то Ты в какой-то момент начинаешь шутить шутки об этом Хотя вообще смешного нет ничего А шутки — это уже другой механизм Тоже работающий на как раз психотерапии То есть мы можем... Всем, наверное, знакомы не страшилки В классическом смысле этого слова А пародии на страшилки То есть что это такое? Мы рассказываем страшную историю Но в конце переворачиваем сюжет так, что нам становится смешно Не знаю, например, классическая история про красное пятно Которое появляется в квартире Оно все растет, растет, растет Классическая версия, она в какой-то момент свидает всю семью Что делают пародии? Например, мальчик, который видит это красное пятно В какой-то момент думает А что это за такое пятно? И идет, начинает проверять А там, ну не знаю, с ними разные варианты Котики помидоры топчут и еще что-то И мы начинаем смеяться Потому что понимаем, что классическая... Да, тоже достаточно тревожная Вот, и мы понимаем, что классическая история, классическая структура, она рушится, да? И мы начинаем над ней усвояться И тем самым тоже работает механизм преодоления страха Что еще на самом деле? Существует метод, мною очень любимый Это метод преодоления посредством катарсиса Что это такое? Есть потрясающая история Про... Давай, скажи сначала, что такое катарсис Мне кажется, не все... Сейчас я разверну Есть история про маленького мальчика Который жил в коммунальной квартире со своими родителями В какой-то момент папа встает и выходит Проходит время, а папа не возвращается Мама с чек-запогазами думает, что ж такое, что ж такое Тоже встает и тоже не уходит Тоже не возвращается В какой-то момент старшая сестра Пойду-ка я посмотрю, где же она уходит И тоже не возвращается Маленький мальчик сидит И думает, где же его родители, где его сестра Вдруг открывается дверь, заходит отец, мать, сестра Мальчик смотрит на них сверху вниз Голова, тело, ноги А на ногах копыта Мальчик спрашивает Мама, папа, сестра, учерти... Да! Вот то, что вы сейчас пережили, это называется катарсис Грубо говоря, мы следим за повествованием Мы боимся, мы не понимаем, что произойдет дальше В какой-то момент мы очень сильно пугаемся То есть там, где люди вытягивают руки Хватают кого-то за шею в этот момент Очень громко кричат То есть люди подпрыгивают, начнут смеяться И тем самым происходит освобождение от страха То есть мы боимся, а потом так... И хорошо Что-что? Не послышалось Вот, это называется... Это тоже один из механизмов преодоления страха Это рассказывали, так называемые, пугалок Вот, или страшилок с эффективным эффектом Если более наушно говорить Вот, собственно, вот такие вот механизмы Которые работают на психотерапию Последствием партнера Их довольно много Ну, я так понимаю, что есть еще одна функция Которую мы еще не говорили Собственно, такая дидактическая, учебная И немножечко контролирующая, может быть Если это идет речь о бабушках Которые рассказывают всякие страшилки своим внукам Я вот, например, до сих пор Благодаря моей бабушке боюсь глотать арбузные косточки Я до сих пор думаю, что во мне Ну, я так не думаю, но что-то во мне говорит, что не надо К тебе вырастет арбуз И оно закрепляется Действительно влияет на психику и на жизнь И, видимо, это тоже, кстати говоря, страшилка, мне кажется Тоже себе вполне себе фольклор Да, это страшилка, вполне себе фольклор И, собственно, расскажешь поподробнее об этой функции Да, смотрите, на самом деле Помимо психотерапевтической действительно есть и другие функции у страшных истории Их довольно много Психотерапевтическая, но просто самая основная Какие еще? Как ты правильно заметил? Это да, это функция социального контроля Страшный фольклор в руках взрослых имеет страшную дидактическую силу Не знаю, всем вам, наверное, кто ездит в какие-то лагеря, да, детские, пионерские Знакомые истории, которые часто рассказывают старшие Про то, что вот, нельзя ходить туда Нельзя ходить в лес, там живет болотный монстр Который вас съест, растопчет или сделает еще что-нибудь страшное И таких историй довольно много То есть их цель одна Контролировать поведение ребенка посредством закругивания какой-то страшной истории Деречь от реальной опасности На самом деле, оно работает не всегда так, как хотят взрослые Потому что иногда такие истории имеют противоположный эффект Дети просто начинают интересоваться А что за такой болотный монстр идти проверять в лес? Вот я в юности своей тоже немножко занималась фольклором и ирландским И мне запомнился оттуда тоже такой момент, что вот Где-то там в ирландских болотах растет какой-то цветок Поэтому растет он на самых опасных местах А в легендах это отразилось так, что этот цветок как-то связан с враждебными существами И если его сорвать, они пойдут и заберут тебя куда-то И это было очевидно для того, чтобы дети туда не ходили, не рвали этот цветок Потому что, ну, болото их, может быть, не сильно пугает Ну, подумаешь, болото, ну, как бы, чего там Нужно было добавить каких-то более мистических, более парализующих подробностей Ну, то есть, кто-то ухватывает, это страшнее, чем ты просто вязаешь А вот здесь, на самом деле, мы переходим ко второй важной функции Это функция заработать себе социальный авторитет То есть страшная история и практика, вот как ты сказала, похода в страшные места Может стать своеобразным тестом на храбрость Не знаю, вспоминаем то, как, например, мы в детстве собирались коллективно ходить на кладбище Какое-нибудь заброшенное здание То есть есть люди, которые идут там, есть люди, которые остаются Есть главари этой практики, да, которые ведут команду вперед, да, и там начинают, не знаю, издавать какие-то страшные звуки Как-то пугать, да, и тем самым повышая собственный авторитет компании А уж тем более по возвращению ты рассказываешь страшные истории Какой храбрый ты был, как ты не испугался, как ты кого-то увидел, да, и тем самым твой социальный авторитет И даже с каждой историей повышается, повышается, повышается и повышается Поэтому, мне кажется, если ты, в принципе, подготовлена и знаешь много страшных историй То ты даже, идя на кладбище, будешь осторожнее, чем если бы ты не слышал этих страшных историй И, наверное, это тоже какой-то, во-первых, ты со страхами действительно справляешься уже лучше То есть ты можешь не потеряться в какой-то опасной ситуации, не растеряться, может быть, кому-то помочь Вот это вот все, в общем, какое-то прям... Да, и вообще дети, которые знают, у которых страшный актуар богатый, да, и больше уважают, и больше слушают Как рассказчиков, как нараторов, да, все-таки многофункциональные просто эти страшные истории просто На все случаи жизни Ну и, помимо всего прочего, это нельзя исключать, что страшные истории вносили просто развлекательную функцию, да, то есть это весело, это круто, это здорово Рассказывать и слушать страшные истории Даже не пытаясь посредством этих историй что-то там преодолеть или заработать себе какой-то авторитет Да, и мы еще часто в тех же самых историях наблюдаем процесс, оно как персонаж, собственно, прям там побеждает эти опасности, эти страшности И это тоже, видимо, какая-то дополнительная функция, что это правда Ты становишься тоже таким немножко героем, который может это победить, и то, что казалось страшным и ужасным, ты понимаешь, что победа того стоила На самом деле, если анализировать большие корпусы текстов страшных историй, как когда-то в свое время делала я, результат, на самом деле, в какой-то момент неожиданный Ты понимаешь, что, ну, процентов 90 текстов детских страшных историй заканчиваются плохо Есть текст, где ты действительно побуждаешь страхи, есть текст, где ты вызываешь, там, милицию, спецназ, родители, кого угодно, и они побеждают твои страхи Но, как правило, страшные истории заканчиваются, но очень хорошо Слушай, я вот вспомнила про момент в книге, и хочу, чтобы ты его покомментировала Собственно, в самом начале, а лисица запугивает немножко своих слушателей, чтобы их навстроить на нужный лад, и говорит им следующее Ну, видимо, чтобы они все-таки не сразу убежали, она им говорит У каждой страшной истории две стороны, как у луны, светлая и темная Для тех, кому хватит храбрости слушать И хватит ума выслушать до конца История прольет свет на все самое доброе, что есть в мире Она поведет за собой ваш нос Она поможет вам остаться в живых Но! Если не слушать внимательно Если о страхе вертеть хвостом Если не высидеть до конца Тогда темная сторона истории поглотит всякую надежду Страх посерится в вас так глубоко, что вы даже носа больше не высуяните из норы Вы растеряете всю свою жизнь под боком у матери И от вас всегда будет пахнуть ее молоком Вот, как ты можешь это прокомментировать? Мне кажется, в этом кусочке очень много всего В этом смысле страшная история Собственно, почему так приятно рассказывать страшные истории Несмотря на то, что они очень страшные Почему? Это то, что они происходят и реализуются в заведомо комфортной обстановке Ребенок... это вроде как лаборатория Это вроде как симуляция страшной ситуации, которая может с тобой произойти Ребенок рассказывая страшную историю Ребенок испытывает какие-то эмоции на ее счет Все равно, тем не менее, понимает, что это ситуация так называемого игрового страха То есть это не испытывание страха, это игра в страх А посредством игры в страх мы учимся на самом деле пугаться Мы учимся как на самом деле реагировать на такие триггерные эмоциональные истории в нашей жизни Да, которые случаются, естественно, у каждого так или иначе в своей другой степени А поэтому получается, что если ты в детских правильной страшилке читал То когда ты столкнешься, не знаю, с страшными дедлайнами на работе Или с дедлайнами по сдаче домашней работы Если тебе так страшно от преподавателя в роговых очках, который суров и стучит указкой То ты будешь знать, что это страх Ты будешь знать, как держать себя в руках и что с этим делать Да, все так Так, мне кажется, у нас остается совсем немного времени до финала В принципе, мы можем очень долго говорить, тема совершенно бесконечная Но, может быть, есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать фольклористу, специалисту Уникальному Давайте попробуем Так Добрый день Как, я не знаю, фиксируете вы или нет, ну как, фольклористы, какие-то дременные промежутки Когда количество этих страшилок, корпусов страшных текстов становится больше, когда меньше Как исторические моменты сейчас, может быть? Тут мы, наверное, поговорим о том, о чем мы не поговорили О, да, действительно, в какие моменты времени страшные истории распространяются меньше, какие больше Вообще страшные истории очень хорошо ложатся на ту почву, в которой существуют и реализуются в данный момент так называемые моральные паники Что такое моральные паники? Например, вспоминая 90-е годы, существовала моральная паника относительно покупки новых квартир Считалось, что в новых квартирах, то есть большое количество историй, которые рассказывали о том, как полтергейсты, да, какие-то призраки в новых квартирах выселяли новых жильцов И это была моральная паника, люди боялись покупать новые квартиры Они боялись потому, что понимали, да, что вот тексты распространяются, их действительно очень много Они подкреплялись какими-то реальными доказательствами, какими-то фактами, вот Всевозможной риторикой правды, которая окружает, так правило, фольклорную историю, распространяющуюся в рамках моральных памят Вот, а если, например, пойдем чуть позже, это уже начало 2000-х, перед наступлением 2000-х, возможно, тоже знакомые вам истории По поводу компьютера-зверя, который в какой-то момент обнулит все компьютеры и наступит мировой кризис Это была тоже такая вторая моральная паника, которая транслировала эти тексты, и было много, и было очень много на разные темы Вот, а вторая моральная паника уже последующая, это с появлением мобильных телефонов Все, наверное, знакомые, то есть нельзя покупать мобильные телефоны, нельзя их держать как подушка, можно заработать рак мозга и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть это вторая такая волна моральной паники относительно появления нового гаджета Ну и не будем далеко отходить, я думаю, всем вам знакомая тема, вторая большая моральная паника, связанная с синими хитами, то есть такая группа смерти, которая буквально несколько лет назад прогремела и прошлась по стране, огромное количество историй были посвящены как раз вот этим самым практикам, ну и можно сказать, что это была тоже такая большая волна. То есть если мы берем вот такие вот моменты, то они часто связаны с появлением чего-то нового, с какими-то актуальными человеческими страхами, которые начинают постепенно вот так вот, такой вот холм, да, накапливать вокруг себя тексты и распространяться с большей силой, чем просто в обновлении, когда ничего особого не происходит. Почему часто дети боятся темноты? Может быть у кого-то есть ответ на этот вопрос? Давай попробуем. По моему мнению, дети боятся темноты, потому что перед ними неизвестно. Когда мы смотрим вокруг, то мы понимаем, что перед нами, мы видим, что движется, мы понимаем, чего бояться. Например, когда люди боятся змеи и пауков, то они понимают, чего они боятся, потому что видят это. Они приблизительно знают, как может повестить себя то или иное животное. При этом, когда человек боится темноты, он не понимает, что оттуда будет. Наше воображение воспроизводят такие картины, которые мы представляем себе сами. Например, мы боимся, что из этой темноты выйдет огромный монстр. Мы воображаясь и нагнетаем на себя панику. И поэтому человек, он точно не может себе представить, что это будет, и загоняется от этого. Как-то так. У меня вопрос к аудиторию. Кто здесь когда-либо или сейчас боится темноты? Все. Я думаю, все. Кому-то может не нравиться. Я же те, кто думает, что не боится темноты. Что и что требовалось доказать? Страхи коллективные. Да. И не случайно. Я на самом деле маленький комментарий по поводу боязни темноты. У меня есть младшая сестра, она 10 лет младше меня. Она в какой-то момент рассказала мне потрясающую историю, как она борется с этим страхом темноты и теми чудищами, которые она себе в этой темноте представляет. Она мне сказала, что когда я чувствую, что я начинаю бояться, я сажусь и говорю «Привет, меня зовут Алина, а тебя как?» И она начинает диалог с этим вымышленным существом, которого она... Она начинает с ним знакомиться. Она делает его образ более знакомым, да? То есть она начинает из ничего формировать какой-то образ. А когда образ становится знакомым, ты его гораздо меньше боишься. Вот, собственно, это потрясающий способ, который мне очень понравился. И я думаю, что довольно действует. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы много рассказываете о страшилках, о фольклорах и так далее. Верите ли вы в это сами? Я позволю себе сделать догадку. Мне кажется, любой человек, который занимается такими вещами, как минимум начинает допускать возможность существования чего-то. Как у тебя действительно? Знаете, мне кажется, что именно в этом заключается ситуация игрового страха, что тебе не всегда нужно верить в то, что ты рассказываешь. Но сама ситуация рассказывания страшных историй – это темно, да? То есть вокруг никого нет. Люди рассказывают какие-то истории, шепотом, каким-то страшным шепотом. И ты боишься не столько историй, а сколько начинаешь в себе как будто бы этот страх подгонять. Потому что, опять-таки, да, это весело, это интересно, это классно. Когда я сижу, например, на каких-то будь-ка страхах вокруг, у меня дети, которые рассказывают страшные истории, я тоже могу сыграть в этот страх. И мне тоже в какой-то момент начинает быть страшно. Потому что я боюсь этого персонажа, а потому что ситуация такая. Так. У нас остается буквально пара минут. Может быть, еще вопросы? Когда вы начинаете, ну, изучаете страхи и умывляетесь в это, не чувствуете ли вы некую разочарованность, когда понимаете, что в историях нет никакой мистики, магии и прочего, это просто какие-то истории, придуманные людьми и выщущие из чего-то нормального? Наверное, для того, чтобы начать разочаровываться, нужно в самом начале верить. Вот. А у меня как-то так исторически сложилось, что я никогда в это не верила, ну, по детству, разумеется, да. Вот. Ну, весь мой научный бэкграунд, все мое воспитание, оно скорее говорило мне о том, что всего этого не существует. И я просто нашла научное объяснение тому, почему это действительно так. Мне кажется, даже если этого не существует, и ты это понимаешь, ты не столько разочаровываешься, сколько восхищаешься. Зачем разочаровываться? Как классно работает мозг, ну, типа, какую жуть он может создать буквально из ничего. Правда. И это, в принципе, уже само по себе достаточно страшно, что у нас вот тут можно сделать все, что угодно. И оно вполне себе становится в том числе правдой, если ты в это веришь. Есть наоборот, ты понимаешь, что раньше я думала, что это все просто какие-то истории, которые непонятно, для чего рассказываются, непонятно, зачем все это придумывать. А сейчас начинаю понимать, что нет, у всего этого действительно есть смысл. Это все очень клево, интересно, и в том числе и заниматься, и транслировать это. Поступайте на куклаистов. Поступайте. У нас есть вопросик. Можно узнать, как вы относитесь к творческому стивену Кингу? Его же считают параллельно. Можно сыграть? Знаете, в битве Лавкрафт и Кинг я в пользу Кингу. Я не знаю, кому здесь больше нравится Лавкрафт? Есть такие люди? А кому Кинг? Просто 50 на 50, да? А вы сами как на этот вопрос включаете? Почему вам нравятся всякие? Вас спросили, значит, у вас есть какой-то контент. Мне просто очень любопытно. Для меня лично этот писатель раскрывается с философской точки зрения. Он умеет вовлечь свою историю и держит тебя прямо до самого конца. Если ты уже начал, ты не имеешь права сгнанки на середине. Выходите к нам на стенд. У нас есть детская книжка Стивена Кинга. Вау! Я заинтересовала. Выходи. Провозь их к Чарли Чучу. Да. Еще какие-то вопросы? Да. А может в разных культурах последить, как относляется один и тот же пример? То есть, например, какая-то старшука, но она в разных культурах. Примерно сюжет будет один и тот же, и они представляют один и один. И в разных культурах все совсем по-другому объясняется. Давайте вы после лекции ко мне подойдете. И вы прочитаете еще одну лекцию. И я вам все-таки расскажу про Кауэ. Это замечательный пример. Как раз в ответ на ваш вопрос. Так, ну что, я боюсь, наше время подходит к концу. Мне кажется, получилось очень интересно познавать. Вообще, мне кажется, нам нужно в 10 раз больше времени, чтобы хотя бы немножко погрузиться в тему. Сколько лет ты этим занимаешься? С 2010 года. Ты можешь сказать, что за 12 лет ты узнала все про страшную историю? Нет, нет, нет. Я и все никак кандидатскую не могу защитить. То есть, узнавать еще очень много всего. В общем, всем спасибо. Очень здорово, что вы здесь. Спасибо вам. Спасибо, Эстя.